1 2 3 5 тестовая запись я приветствую всех на моем канале youtube и сегодня в условиях сильного ветра я решил протестировать несколько своих микрофонов которые комплектуются ветрозащитой первый экземпляр это zoom h2n работаем на берегу на сегодняшний час ветер порядка от 8 до 10 метров секунду порывы составляют где-то наверное 12 14 метров то есть я пишу это видео пишу синхрон с камеры из микрофона и в результате этого теста вы сейчас слышите мой голос насколько сильно он забивается ветром не знаю это мы посмотрим и после этого сравним еще несколько моделей микрофончиков две петлички и еще направленный микрофон видео роды смотрим тест дальше следующий микрофон для тестовой записи это микрофончик штатный роды видео микро я его очень часто и пользую для съемок видео он стоит на виброподвесе прямо на каметре но сейчас поскольку камера у меня порядка в десяти метрах я буду писать с этого микрофона на цифровой диктофон расстояние от меня до микрофона такое же как и было в первом тесте с цифровым диктофоном h2n это где-то порядка 35 сантиметров ветер очень сильный микрофон я использую конструкция его направленная он имеет на себе вот такую вот ветрозащиту вы ее прекрасно видите дохлый кот посмотрим как она будет справляться с этим ветром ветер порядка десяти метров в секунду порывы доходят до 14 метров в секунду море очень сильно шумит но это и есть идеальные условия для съемки для того чтобы протестировать микрофон который следует брать если вам хочется снимать и видео и звук в таких нелегких условиях ветра а в дохабе ветер практически постоянно сделаем тест потом я все это послушаю и выскажу свое мнение а мои зрители послушав это через канал youtube а также смогу сделать для себя вывод какой же лучший микрофон для съемки в таких ветреных условиях следующее у меня два микрофона для теста это будут петлички под айфон с ветрозащитой и петличка аудиотехника тоже с ветрозащитой с такими же пушистиками переходим к следующему тесту так следующий микрофон на тестирование это петличка предназначенная для работы с телефоном айфон у меня на него висит ценничек который я сам нарисовал приклеил стоила на доллар 80 с досталкой в условиях студии дома закрытого помещения работает прекрасно я на нее посадил ветрозащиту вот такой вот пушистый элементик чувствительность микрофона 1 2 и 3 в тестах я выставляю вручную до минус 6 децибел и пробую как же будет звук с этой петлички вот при такой ветре с его скоростью 10 метров в секунду и порывами до 14 метров в секунду с учетом что ветер бьет мне в лицо результаты теста будут очень показательные и можно будет сравнить как же это устройство работает на таком ветру и стоит ли его брать для записи в такую плохую погоду как я уже говорил все микрофоны я подключаю к цифровому диктофону h2n и потом при записи синхронизирую звук и видео самым основным показателем это будет насколько шум ветра забивает шум голоса у человека говорящего на камеру при таких нелегких условиях по окончании съемки я смонтирую небольшой ролик и будет очень полезно в первую очередь мне посмотреть и послушать как звучат все мои устройства и моим подписчикам зрителям моего каналу тоже будет интересно посмотреть и для себя сделать вывод как же снимать в таких нелегких условиях звук и видео или же снимать только видео а потом дополнительно накладывать озвучку в условиях студии ну и остался у меня еще один микрофончик сейчас мы к нему переходим и это будет завершающий четвертый фрагмент нашего теста переходим дальше и еще один микрофон который я взял для тестирования это петличка аудиотехника модели 3350 в комплекте с ней ветрозащита не шла был только поролоновый такой наконечничек небольшой я использовал ветрозащиту от других микрофонов петличек конструкция стандартная и хочу посмотреть как эта петличка будет работать в условиях сильного ветра еще раз напоминаю вам что я нахожусь в дохабе ветер северный холодный скорость его достигает до 10 метров в секунду и порывы где-то аж до 14 метров очень тяжелые условия для того чтобы снимать видео с синхронным звуком камера стоит от меня в 10 метрах понятно что направленных микрофон на камере работать не будет остается для нас единственное возможное решение это подключать микрофон к цифровому диктофону синхронизировать запись между камерой видео и цифровым диктофоном звук и все это при окончательном монтаже в результате постпродакшена накладывать звук на видео получать полный синхрон но сейчас для меня задача стоит именно услышать насколько сильные порывы ветра встречные порывы ветра на грудь ветер сейчас не дует в лицо будут мешать мне качественно записать звук и донести до своих зрителей слушателей то что я хочу сказать в этом видео и насколько эффективно каждый из этих микрофонов проявит себя для того чтобы в дальнейшем я остановил выбор только на нем когда буду выходить на локальные съемки и снимать на природе с учетом достаточно сильного ветра на этом тест я заканчиваю и уже дома в студийных условиях я сделаю свои выводы хотя в принципе уже их можно будет сделать моим зрителям после прослушивания всех этих четырех фрагментов но я запишу еще один с моими личными выводами от услышанного в результате монтажа так пришло время подвести итоги вы это естественно услышали по звуку который я записывал на берегу моря и на четвертое естественно последнее место я ставлю телефон петличка предназначенная для записи с айфона почему достаточно сильно ловит глухой шум плюс искажение тембра голоса то есть низкий тембр достаточно неестественный что самое интересное на третье место я поставлю цифровой диктофон h2n почему потому что он достаточно плохо отсек внешнее паразитные шумы то есть шум моря остался естественный а вот шум ветра достаточно глуховатый и его поролоновая ветрозащита не улавливает звук получается опять-таки неприятный это с учетом того что регулировку уровня записи я выставлял в ручную обработку никакую от шумов не делал качество записи не понравилось ну и плюс недостаток заключается в том что после такой записи необходимо сводить звук и видеоряд при монтаже совместно а это достаточно затруднительный и долгий процесс на второе место очень уверенно заходит роды видео микрокомпакт очень хорошо фильтрует при помощи своей ветрозащиты шум от ветра приятно пишет звук хотя чуть-чуть завышает верхние голосовые тона но в целом как для такого микрофона мне качество очень понравилось то есть с учетом того что можно поставить на камеру из пяти с шести метров прекрасно снимать в условиях сильного ветра ну и на первое место стал микрофон петличка фирмы аудиотехника прекрасно отфильтровывается шум ветра его практически не слышно достаточно приятный тембр голоса и с учетом его 6 метрового кабеля его можно подключить к камере и превосходно снимать крупные и средние планы записывая звук сразу на камеру что избавляет нас от лишних хлопот при пост продакшене когда мы делаем последующий монтаж то есть не нужна хлопушка не нужны программы синхронизации звука и видео все достаточно просто кнопку нажали и записали так что на сегодняшний день я выбираю для себя для повседневного использования или микрофон петличка когда мне нужно записать качественный звук или выбираю тот же штатный роды видео микро который всегда у меня ездит с камерой из расстояния 5 6 7 метров превосходно снимает звук если на этот микрофон снимать звук с большего расстояния качественного звука не получится об этом есть очень много обзоров в сети поэтому на помощь опять-таки придет микрофон петличка и цифровой диктофон в кармане ну понятно мы за это расплатимся дальнейшим сведением звука вот это в принципе все что хотел сегодня сделать все что я хотел рассказать своим зрителям у меня было время прогуляться по морю поснимать записать звук видео потом все все это свести и выложить в свой канал youtube а через достаточно слабенький дохабский интернет будут вопросы пишите звоните высказывайтесь в комментариях все всем хорошего дня удачи с вами был андрей матусевич